здравствуйте уважаемые друзья и гости моего канала сегодня в этом видеоролике я приступлю к посадке пересадки своей давно домашней орхидеи но до этого после покупки так еще и не пересаженной это фаленопсис манхэттен один из родителей малыша который меня сейчас растет во фласке и на днях вот-вот буквально осталось совсем чуть-чуть мы будем с вами этого малыша извлекать из фласки и я обязательно все подробно покажу и расскажу как это происходит процедура и по что будет посадка с дальнейшей адаптации момент очень трепетный но сегодня немножечко об этой посадке посадочку я буду делать очень необычную и такой посадки на моем канале и в моей практике еще не было для посадки я буду использовать камни и до видео ролик я переозвучиваю так как забыла включить кнопочку на микрофоне и звук не писался во время съемки конечно же когда я обнаружила была очень огорчена и так в посадочку для утяжеления в качестве якоря пойдут у нас камушки чтобы эта орхидея уже большая очень уютно себя чувствовал в этом горшке и возьму вот такой горшок как я уже пояснила такой посадки не было это будет что-то номер новенькое для меня и для вас горшок невысокий но достаточно широкий я проведу небольшой эксперимент и сделаю такую посадочку а почему бы и нет эпифитные корни орхидей очень любят путешествовать в поисках к чему бы прикрепиться и я думаю что широкое пространство этой емкости позволит странствующим корням отрастая от шейки все равно погружаться в посадку таких посадочек я насмотрелась на зарубежных каналах азиатские наши коллеги делают такие посадки но они используют глиняные емкости у меня сегодня будет пластиковая такая чашечка это горшочек объемом 1 и 2 литра кажется она довольно таки большой но на самом деле низенькая широкенькая и не такая уж и большая и вот сегодня сделаем такую посадку будем за ней наблюдать очень мне интересно как поведет себя орхидея но непривычно мне будет наблюдать за корнями так как я привыкла делать посадку в прозрачные привычные нам всем стаканчики и без определенного опыта такие посадки я делать не советую но возможно у вас кто смотрит мой канал такие посадки имеются и вы можете написать о своем опыте выращивания вот в таких закрытых в широких горшках вот он фаленопсис манхэттен немножко с поврежденными листьями посетила нас прошлым летом напасть в качестве всяких бактериальных пятнистостей мы лечились и листья моего фаленопсиса не грязные они находятся в препарате которые я использовала в борьбе против пятнистостей но орхидея уже возрастная находится она как куплено так и выращивалась и тот полив который я использовала он позволяет выращивать орхидею даже с торфяным стаканом который до сих пор присутствует в этой посадке как видите орхидея не сгнила но очень пострадали ее корни опекальные вершины вот этих корней от солей которые содержатся в воде постоянным зрителям известно что на данном этапе своего арховодства я стала уделять больше внимания качеству поливочной воды что в свою очередь должно благоприятно отразиться и на моих растениях и вот можно видеть что посадка не пересаживалась после покупки фаленопсис но со временем образовались вот такие водоросли до которые уже трансформируются в мох создалась очень благоприятная экосистема и сейчас приступим к освобождению этого фаленопсиса от засоленной посадки посмотрим во что была посажена эта орхидея но ухаживала я за ней так как и за всеми своими фаленопсисами сейчас начался очень активный рост у орхидеи идет весна и вот сегодня воскресенье 27 по моему февраля и скоро календарная весна вступит свои права но растение чувствуют это очень чутко и поэтому хочу пересадить сделать пересадочку всех своих фаленопсисов некоторые пересадки останутся и за кадром ну кое-что я буду интересные моменты показывать для сегодняшней посадки я буду использовать мох сфагнум маяка и сегодня будет вот такой брикетик как и в прошлом моем видеоролике один из этих брикетиков достанется зрителю который поучаствует в сегодняшнем видео ролике активно так назовем условия остаются прежними кто не в теме можете просмотреть предыдущий видеоролик все тоже самое так что желаю всем удачи и опять таки на свое усмотрение выберу время после выхода видеоролика и обязательно сделаю розыгрыш вот такого брикетика но сегодня мы сравним его с предыдущим на вид мох более светлый я хочу размочить всю пластинку и вот здесь по инструкции нужно добавить 1 литр воды содержание примесей виде фрагментов дерновины болотных растений и их семена не более 3 процентов в общем использовать этот мох можно очень широко даже для посева микро зелени каких-то лекарственных трав а также для посадки домашних комнатных цветов в том числе и для орхидей сейчас посмотрим какого качества какой консистенции этот мох предыдущий мох мне понравился но хотелось бы еще посмотреть и на этот мох кстати у нас остается еще один брикетик на который мы тоже с вами последствии посмотрим ну а сегодня буду использовать этот брикет по инструкции добавляем один литр воды и должны получить 8 литров готового мха можно использовать для всяких домашних животных содержащихся в террариумах улиток и прочих воду я использую сегодня дистиллированную вот нулевые показатели на тдс метре и так как я уже поясняла то особое внимание сейчас я уделяю качеству используемой воды в том числе это касается и промывки компонентов которые я беру для посадки своих орхидей вот и сегодня мох я буду размачивать в чистой воде чтобы в посадку как можно меньше попало нежелательных солей и начинать это буду с самого начала вот пакет имеет такую инструкцию краткое описание принципе ничего сложного нет и сегодня записывал для вас очень старалась подставляла микрофон чтобы дать вам послушать как шепчет этот мох но увы и ах очень конечно расстроилась когда поняла что микрофон у меня не записывает но когда штекер микрофона включен в гнездо для микрофона в камере то камера перестает записывать звук вот такой вот минус казус получился но ничего все-таки сейчас приступим буду использовать прозрачную емкость так как подходящей емкости 8 литровый сегодня у меня нет но и в такой посуде смотрится все очень неплохо и так я слегка полила на мох вот я пытаюсь пристроить микрофончик чтобы вам слушать звуки воды и звуки размокающего мха не получилось вот мог очень быстро буквально на глазах начинает впитывать воду растаивает и вижу уже по его виду что мог не такое как в предыдущем брикете немножечко он выглядит по-другому выливаю весь объем приготовленной воды то есть литр как рекомендует производитель и мог с жадностью поглощает всю чистую воду просили меня сделать анализ от воды также проверить с помощью т.д.с. метра сколько же вот выходит этих частиц которые фиксирует т.д.с. метр после того как мох промываешь был у нас с вами такой эксперимент кто смотрел чистая посадка вот но дело в том что т.д.с. фиксирует не только частицы солей но еще реагирует на кислоты так как работа т.д.с. метра основан на токопроводности кислоты являются проводниками поэтому и при добавлении кислот т.д.с. метр может зашкаливать вот так же и самхом каких-то вот этих вот частиц солей в нем скорее всего не содержится потому как это такой продукт сам по себе он очень хорошо поглощает и перерабатывает соли в природе все это смывается дождями и скорее всего в нем содержится только кислоты так как мух это довольно таки такой кислый кислотный продукт а вот я продолжаю разбирать пластинку отжала сверху мох внизу у меня осталось немного сухого мха и эта вода перешла на не промокший мох вот таким образом разберу часть этой пластинки и уже вижу что мох по качеству совершенно другой и действительно мох поразительно отличается от того мха который мы с вами использовали в предыдущей посадки по заявлению производителям который применяется для посадки орхидей этот мох более длинноволокнистый и из него будет наверное хорошо делать какие-то какие дамочки обертывания и применять на блок не в горшечном использовании а уже в блочном очень хорошо его будет накручивать и тем самым закреплять вот показываю эти волокна него такой белый остов и листочками облиственный вот пытаюсь растрепать но весь я растрепывать весь кусок не стала лишь только часть которая мне немножечко пригодится я хотела использовать небольшой кусочек для того чтобы мне не размачивать всю пластину но все-таки решила это сделать для того чтобы более наглядно показать вам все для вас как говорится под одним видеороликом мне написали до перчатки можно и не иметь не обязательно работать в перчатках но поднос обязательно должен быть ваше желание для меня закон поэтому сегодня будем работать на подносики ну а этот размокший мох я потом сниму после съемки этого видео небольшой сюжетик покажу что я с ним буду делать дальше конечно же мне для посадок столько мха не пригодится и потом как-нибудь в своем видеоролике вы увидите что я буду делать с этим мхом поэтому подписывайтесь оформляйте колокольчик не забывайте участвовать в конкурсах конкурсы будут на моем канале я буду делать небольшие такие серверы сюрпризы по возможностям для зрителей ну а также поддерживайте меня лайком и делитесь видео роликами но сейчас я обнаружу что микрофон меня заработал и дальше в принципе будет все со звуком ребятки забыла включить микрофон вот как обидно как досадно но ладно небольшой кусочек я переозвучу хорошо что решила проверить свой микрофон есть маленькая кнопочка которая осталась не включенной но да ладно придется фрагментик переозвучивать а сейчас приступим к разбору моего манхэттена и посмотрим вот здесь корешочки немного проросли будет он у нас теперь жить в закрытой посадке сейчас мы его с вами немножко почистим облагородим так есть корни которые испортились солями так ну что таким образом освобождаем вот сколько мха тут наросло можно даже этот мох не убирать но сейчас посмотрим сейчас посмотрим грунт в каком грунте продавалась эта орхидея вот даже кусочек ой цветонос цветодержатель сгнил вот сколько времени живет растет у меня это орхидея в мелкой архиате видимо и здесь вот какой-то битый кирпич возможно сериамис так что же сейчас зачистим корневую систему я сразу буду убирать вот эти корни которые в принципе уже корни а чулки остались вот такой у нас случай хочется чтобы орхидея немножко обновилась так как сейчас начинается рост корешочек растущий я вам показала он даже мне немножко настроение упало из-за того что так все пошло не так как нужно но бывает бывает извините меня так себе лишнюю работу на переозвучку нашла так вот он пресловутый торфяной стакан сейчас я его тоже почищу в принципе кто уже имеет опыт не заморачивается по поводу этих стаканчиков и вот полив который допустим я делаю на пальчик на два пальчика он позволяет содержать орхидеи с этими торфяными стаканами так немного здесь уберется и таких корней ну корни для меня дело наживное поэтому я буду убирать прежде всего засоленные фрагменты часть корней конечно же таких придется оставить корни пострадавшие и здесь их очень много поэтому вот уделяю теперь больше внимания качеству поливочной воды и использую на данный момент в основном воду топлю снег снеговую воду до талую воду вот таким образом так есть корешок тоже так если уберу вот это здесь в принципе тоже вот все сухо все сдулась но тяж может быть рабочий потому как вот нарастают корни если убрать то уберется очень много корневой части я оставлю этот момент когда омолодиться корневая на других корнях то эти корни орхидеи просто-напросто может быть сама съест в общем почвенная микрофлора ее переработает так убираю сухие чешуи с этих мест начнут расти молодые корни которым ничего уже препятствовать не будет так так вот у нее сколько цветоносов сколько она меня радовала орхидея цвела бесконечно в течение очень долгого времени вот цветонос вот остаток цветоноса вот цветонос и вот тоже остаток цветоноса ну в принципе на этом все корневую систему обмывать я не буду оставлю в таком виде как есть на ней сохраняется привычная для нее микрофлора здесь вот и этот мох тонюсенькие такие ниточки водоросли даже я бы наверное их назвала вот ну и сейчас приступим к посадке так горшочек на дно этого горшочка загружаю в камни камни будут играть роль якоря то есть утяжелять конструкцию а также лишняя вода будет стекать это будет как у нас дренажный слой вот таким образом много накладывать не буду и буду использовать кору вот фракции 25 предварительно помытую немного так прямо руками поломаю коры так сегодня воскресенье 27 по моему февраля так крупные кусочки тоже положим таким образом и еще сегодня я сделаю посадку с применением вот этого мха и я попытаюсь перемешать такой своеобразный кишмиш сейчас настригу мох таким образом волокна это для равномерного увлажнения вновь кусочки коры на данном этапе никаких внесений удобрений не требуется пока орхидея не нарастить новые корни и не запустит их в грунт хотя бы на 8-10 сантиметров удобрять по корням растения я не буду так вот таким образом все рыхленько воздушненько и сейчас попробую эту корневую систему немножечко прокручу и буду закладывать корой сам хом таким образом даже чуть-чуть ее приглублю я посмотрела очень много роликов зарубежных блогеров азиатских и увидела вот одну отличительную черту от наших посадок мы делаем вот в такие в 12 стаканчики так стоит пока поломаю кору азиатские наши коллеги делают посадки вне такие вне глубокие широкие достаточно ложечки ну понятно наш климат отличается но вот таким образом я хочу тоже сделать попробовать такую посадку а почему бы нет зато у нас с вами будет как еще один вариант посадки будем наблюдать и посмотрим что же будет происходить с корнями которые норовят убежать конечно же корни будут расти и мимо этой плошки но во всяком случае мы посмотрим есть такая на моих орхидеях особенность как бы закономерность на какую-то длину они отрастают и все равно потом под своей тяжестью под собственной тяжестью они опускаются вниз вот здесь приличная дистанция от роста корня от шейки до бортика горшка мы посмотрим как будут себя вести корни место конечно она займет но ничего страшного росла на меня тоже в кашпо стоял этот горшочек кашпо тоже занимала место немало так сейчас самое главное укрепить как следует посадочку в принципе орхидея должна не должна заметить каких-то глобальных перемен изменений сейчас весна на подходе последние денечки зимы солнышко солнечные дни притеняйте свои окна сейчас самая такая ожоговая пора я уже вас в начале февраля предупредила в одном из видеороликов так что имейте ввиду защищать необходимо свое растение от нашего яркого солнышка сейчас я вам покажу ближе что у меня получилось и возможно на первых парах подложу сейчас два таких парочку троечку может увесистых камушка для того чтобы орхидея была как следует закреплена в посадочке и закрепилась уже самостоятельно ровненько укреплю вот кусочками коры орхидея произрастала на подоконнике без каких-либо досветок на естественном освещении вот какой был зимний световой режим световой день так и все было естественно она своей розеткой постоянно стремится к источнику света я этому не противлюсь не препятствую мне даже сейчас очень нравится как так растут орхидеи но тем не менее она из-за этого своего свойства вываливается из горшка ну просто напросто такие орхидеи нужно как следует крепить вот таким образом я сделала посадочку сейчас хочу вам показать поближе протерла листочки орхидея у меня была не в пыле их это было лекарство я лечила свои орхидеи от пятнистости которые образовались у них с прошлого лета и вот таким образом сейчас выглядит это растение вот такую посадку сделала посадка с большими воздушными карманами орхидея расположилась очень крепко в горшочке удалось мне ее зафиксировать как следует и вот такой невысокий горшок теперь будет служить ей домиком своеобразным и мы сможем наблюдать очень даже симпатично получилось я думала мне не понравится но визуально очень классно смотрится орхидейка сама по себе такая приземистая листочки у нее по сторонам хорошо так раскладываются поэтому думаю что посадочка очень хорошо должна вписаться и в интерьер моей будущей цветочной комнаты я надеюсь что в этом году все таки мы сможем туда переехать с моими цветами конечно все сейчас сложно неоднозначно опять таки повышение цен но что ж стены стоят осталось сделал вставить окна и в принципе запустить сделать отопление можно въезжать даже не в отделанное помещение но как говорится будем надеяться что со временем мы все все преодолеем ну а я надеюсь что все таки в этом году в этом сезоне у меня будет свое цветочное пространство и туда переедут все мои цветочки вот я надеюсь что сегодняшний ролик был интересным все таки какое-то новшество постепенно приходится вносить ради собственного интереса и вам чтобы показать может кто-то возьмет на вооружение такую идейку принципе очень красиво пока вижу единственный минус это чуть больше занимает место данная посадка но и для неопытных орховодов конечно же очень сложно будет наблюдать за корнями но у моей орхидеи корни присутствуют довольно таки неплохие и примерно я буду вливать этой орхидеи воды столько сколько я и вливала вот в горшок в котором она росла полив был в поддончик на два пальчика в край горшочка я поливала и вода стекала в поддончик в течение одного и максимум двух дней это орхидея впитывала всю влагу и небольшого количества воды примерно 100 граммов воды ей хватало для полива вот приблизительно такое количество влаги я буду вливать и в этот горшочек также по периметру горшка которая конечно же будет просачиваться вниз горшка ну вот испарениями корневая система будет у орхидеи питаться как дальше себя поведет это растение конечно же я буду держать вас в курсе сама буду с удовольствием с нетерпением наблюдать и думаю что сейчас весна приход весны позволит нам как бы скорее ее увидеть уже в прогрессивном состоянии я буду рада если вы поставите лайк поделитесь моим видеороликом также мы сегодня посмотрели вот на данный вид мха мох классный подписывайтесь кто не подписан на канал впереди еще очень очень много интересного ну а с вами была татьяна до новых встреч